Привет, родные! В эфире новости Родины и я, Артем Гурев, с обзором главных событий за прошедшую неделю. Большой футбольный уикенд в пятницу открывала главная команда. Несмотря на потрясающий голосолк Мурада Бакаева, подопечный Франко Артиги уступили Химком 1-2. В ближайшую среду борьба за выход в РПЛ продолжится гостевым матчем против Хабаровского СКА. На выезде в среду в Новосибирске проведет один из двух запланированных матчей на неделе «Родина-2», после чего в воскресенье сыграет на «Спартаковца» с «Липецким металлургом». Минувшие же выходные команда Александра Локтионова дома завершила в ничью матч против «Чайки» 1-1. Гол с пенальти записал в свой актив Глеб Захаров. С ответным визитом в Пещанокопске отправится наша команда «ЮФЛ» на этих выходных, а пока позади осталась столичная дерби с «ЦСКА», где родные одержали две победы из трех возможных. Команда 2009 года рождения перед началом матча поддержала получившего травму капитана Никиту Гришина, а затем одержала долгожданную победу в «ЮФЛ-3». Яромир Белоконь дальним ударом в первом тайме открыл счет, и этот гол оказался единственным в игре с армейцами. 1-0. Команда 2008 года рождения, увы, не смогла поддержать победный почин, уступив 0-3. Впрочем, завершили игровой день родные на мажорной ноте. Команда 2007 года рождения в результативном матче взяла верх на «ЦСКА» 3-2. Дубль оформил Магомед Амаров, а победным стал гол за авторством Сергея Павлова. Добились трехочкового успеха команды «Академия» с 2012 по 2014 год рождения в летнем первенстве над «Динамовцем». Все результаты тура на ваших экранах. Следующим соперником станет «Сокол». Игры состоятся в субботу на «Спартаковце», где ранее в среду на Кубок Москвы сыграют команды 2010 и 2011 годов рождения. Дома добились первой победы в сезоне главная команда «Академии» «Родина-М». Благодаря колам Михаила Цапуштанова и Автура Горебяна молодежка оказалась сильнее «Динамо» из Санкт-Петербурга 2-0. В следующем туре на выезде сыграем против «Владимирского торпеда». Помните, что ваша поддержка очень нужна нашим командам. Приходите на матчи и будьте с родными. А это были новости Родины. Увидимся через неделю. До новых встреч.